Всем огромные приветики! Меня зовут Марьяна, я в Бетрополисе, а вы на моем YouTube-канале. Я сегодня буду не одна. Мы будем рассматривать очень животрепещущую тему в формате шоппинг-блога. Что же это за тема? Почему же она такая животрепещущая? Я постоянно наталкиваюсь на комментарии под своими луками в Instagram и на YouTube о том, что... Марьяна, ну вы что? Шуба-чебурашка ни одному мужчине не понравится. А если, не дай бог, я надену какой-то костюм оверсайз, мужского плеча, так тут совсем все плохо в комментариях. Тут совсем... Марьяна, у вас прекрасная фигура. Почему же вы ее прячете за такими мешками? Ну так вот, давайте сегодня обсудим, что же на самом деле нравится мужчинам, стоит ли им в этом потакать и как не потерять себя и свой стиль. Ну и все-таки тебе хочется получать комментарии и комплименты от мужчин. Представлю сегодняшнего своего гостя. Это Леша Сухарев, с которым мы на протяжении 10 или более серий на канале Пятница спорили о том, чей же взгляд на женскую красоту наиболее объективный, мужской или женский. И если посмотреть финалочки этого маякового шоу, когда наши героини выходят уже преображенными, то можно заметить, что я нацелена на то, чтобы придать уверенности самой даме, и она просто чувствовала себя классно в тех вещах, которые ей подобрали. И Леша всегда их комментирует. Ты понимаешь, что мужчинам-то это не понравится, особенно если девушка в поиске, надо ее как-то приодеть для того, чтобы мужчины обращали на нее внимание. А для меня это стоит на одной из самых последних ступеней, потому что самое главное для женщины это уверенность в себе. И в какой бы сексуальной вызывающей одежде она ни была, и как бы она не нравилась мужчинам в ней, но если она чувствует себя неуверенно, ей тут что-то поддавливает, а тут у нее декольте слишком глубокое, что-то оттуда вываливается. Успеха вообще не ждать. Вот мы сейчас с Лешей этот момент и обсудим, и еще многое другое. И походим по магазинам, и пособираем образы, которые будут соответствовать тенденциям этого сезона, и вообще тенденциям общим, модным, мировым. И что же из этого нам взять в женский гардероб, для того, чтобы все-таки не отвернуть от себя мужской пол. Поехали! Пока я жду своего приглашенного гостя, я решила себе устроить небольшой кофе-брейк и провести время с пользой, рассказать вам о моих топ-5 фильмах о моде. Это будет интересно абсолютно каждому, если вы просто любите красивую картинку, или вы интересуетесь индустрией моды и модой в целом. Во время просмотра любого фильма, любого жанра, я всегда оцениваю костюм. Мне всегда интересно, чем же руководствовался художник по костюму, почему именно этот цвет он ввел в эту сцену, почему именно этот аксессуар подчеркивает всю драму, которая накалена в сцене. Так вот, есть погона сцены, а есть костюм сцены. И я всегда пытаюсь докопаться до истины, о чем же думал в этот момент художник. Так вот, мои топ-5 фильмов о моде. Бергдар Гудман на вершине модного Олимпа. Документальный фильм о культовом универмаге на 5-й авеню. Трис Ван Нотт, один из моих любимых дизайнеров, чьим творчеством я бесконечно восхищаюсь. И этот фильм позволяет нам заглянуть в мастерскую независимого бельгийского дизайнера. Вестфуд. Панк, икона, активист. О самой сумасшедшей иконе лондонского стиля. Мадемуазель Си. Для тех, кто скучает по французскому журналу ВОП, времен руководства, шефства. Карен Ротфельд. Ив Сен-Лоран. Жизнь гениального дизайнера, глазами его партнера Пьера Бюджет. Под видео вы найдете ссылки на эти фильмы на сайт и на поиске. Наконец-то появилась возможность смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве. И ловите от меня промокод 99% скидки на просмотр любого фильма. Вдохновляйтесь, развивайте насмотренность и так далее. Только сначала обложек, а потом уже бегите фильмы смотреть. Это Леша. Привет всем. У Леши нет своего ютуб-канала, но есть инстаграм, который будет подписан в оттуточке. Да, я просто считаю, что я еще не дорос до этого. Ну что, у нас тема. Я ее озвучила уже в небольшой подводочке к нашему вложику. Как понравится мужчине? Ну, тема звучит пошло, ты понимаешь, в таком виде, в котором я ее сейчас озвучиваю. Это да, это тема, мне кажется, самый популярный запрос в... После как выглядеть дорого. После того, как выглядеть дорого, да. Но нет, тема на самом деле хорошая, потому что многие девушки, которые стремятся выглядеть очень модно и супер стильно, забывают о том, что можно настолько сильно перестараться, что нравится ты будешь только своей подруге. И то не факт. Скажи, ведь есть два направления. Либо ты одеваешься три для себя, для подруг, либо для мужчин. Да, это правда. И очень редко существует возможность это все объединить. Первое, к чему приступить, если... Во-первых, задаются вопросом, как понравится мужчине обычной девушке-потеряшке, которым не хватает мужского внимания, которые хотят самоутверждаться за счет мужских комплиментов. Обычно, если девушка уверена в себе, она несет любой образ свободно. Это правда. То есть, если уже в голову закрадывается такой вопрос, на самом деле может быть дело даже не в гардеробе. Дело, скорее всего, можно решить с помощью похода к психологу, например. Но если этот вопрос прямо вот пульсирует в вашей голове, то, наверное, стоит действительно разграничить те тренды, которые сейчас вообще пропагандируются, которые сейчас обретают популярность, ну и вообще, в принципе, популярны уже долгое время. Потому что большинство из них антисепсуальные, я считаю, вот реально. Пять пунктов, что точно не нравится мужчинам? Я считаю, что топ номер один возглавляет оверсайз. Оверсайз не нравится. Total oversize. Total oversize или... Или даже что-то одно. Мне кажется, что даже что-то одно, несущее в себе вот эту идею оверсайз, это, в принципе, сразу непонятно. То есть, мужчинам не нравится, когда непонятно. Когда сложно и непонятно. То есть, когда невозможно понять про что, где там талия, где грудь, где все остальное. Начинаются сразу проблемы, и не хочется с этим связываться. Почему? Потому что буквально посмотрев там через 20 метров, ты можешь найти вариант, где все понятно. Согласись. А, то есть, видеть уже то, что может тебе принадлежать. Конечно. Конечно. Хотя, мне кажется, здесь вот тоже надо искать золотую середину. Сильно себя облегать тоже не надо. То есть, вариант женственный силуэт? Да. Подчеркнуто талию? Да, да, да. То есть, показать разницу пропорций. Ты как стилист и знаешь тренды, как ты относишься к оверсайзу на девушку? Я смотря как оверсайз. Они тоже бывают разные. То есть, одно дело, если это какое-то грандиозное худи, которое превращает вас в телевизор плазменный, широкоэкранный. Или, например, это свободного кроя белая рубашка, кокетливо обнажающая одно, а может быть, даже и два плеча, сваленное вот так вот воротником назад. Она тоже оверсайз, но здесь совершенно другая история получается. То есть, открыто ключица, открыто шея, открыто плечо. И вообще, вид сразу в этом хрупкий. То есть, не каждая девушка в худи в огромном выглядит хрупкой. Иногда она выглядит так, как будто она реально взяла вещь по размеру. Второй пункт, второй пункт. Мне кажется, что это отчаянное мини. Почему? Потому что, ну, это сразу говорит даже не об уровне вашей привлекательности, а о вашем воспитании, в первую очередь, об уровне интеллекта. То есть, ну, очевидно, что девушка, которая с утра надела на себя мини. Я сейчас говорю о мини в плохом смысле слова. Это странно. Не о мини, который является частью образа или там модным трендом, а именно мини ради мини. Вот это плохо. То есть мини-слиопардовая водолазка. Да, мини-слиопардовая водолазка или какие-нибудь кружева, вот эти вот вызовы, все дела. Это выглядит действительно как отчаяние. Просто к этому мини, как правило, еще прилагается всегда такой ищущий взгляд, побитый собак. Понимаешь, вот реально, в большинстве случаев. Или наоборот, чрезмерно роковой. И это, конечно, всегда выглядит просто смешно. Все девушки думают, что привлекают, большинство девушек думают, что внимание привлекает красный, черный, а еще лучше красный вместе с черным. Драма, драматичный сочетание. Какое-нибудь драма, да, 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 типа показать, что я вся такая роковая. Это, ну, может быть, кого-то и привлечет, но мне кажется, это привлечет тот тип мужчин, которые там уже пенсионное удостоверение получили, но... Нет, которые любят золотые Мерседесы. Да, например, и красные Макосины еще. Например. Да, 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 да. А вот действительно белая, бежевая гамма, такая вот уютная и располагающая... То есть, помимо того, что ты понимаешь, что ты получаешь для себя объект вожделения, тебе нужно, как бы, все равно хочется получить какое-то тепло, уют и расположение к себе. Ну, понимаешь, да? Да. Ура. Но это все зависит от задач, которой девушка добивается. Да, да, опять же, если это просто какой-то условно марафон по набору партнеров и сексуального опыта, то, безусловно, красный и черный и мини, и декольте, и все вместе... Он, как бы, вам повысит, вас хорошо полайкают, и все будет окей. И еще бежевый и белый не отпугивают. Они не отпугивают. А вот яркие тотал луки в красном цвете, пусть даже это будет в каком-то, я не знаю, ярком, в любых ярких цветах мужчина это просто отпугнет, он не подойдет познакомиться. Какие, мне кажется, цвета точно нет, точно фиаско. Это, мне кажется, коричневый, потому что с ним... Я буду сегодня доказывать Лёше, что это не так, я буду пытаться. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, все-таки коричневый, это ассоциация не с шоколадом в первую очередь. Вот как мужики думают, а! Вот с чем они ассоциают, коричневый цвет. Ну, правда, коричневый это... А мы со сладостями. Да. А еще самый, мне кажется, неудачный цвет для взаимодействия вообще с противоположным полом, это хаки. Хаки оливковый и вся милитария история. Кстати, мужчины, я добавлю к этим пунктам, не понимают странную обувь. Казаки, кроссы на огромной платформе. Да, да, да. То есть, если даже мужчина может воспринять танкетку тоненькую, то платформу никогда. Точно нет. Они даже нормально относятся к балетам, которые мы все не хотим, чтобы дам носили. А мужчины нормально относятся, для них это какой-то признак наимности. Типа того. То есть, чем изящнее обувь, тем лучше она зайдет. Хотела бы с тобой обсудить макияж и нейл-арт. Да. Короче говоря, учитывая, сколько нейл-дизайн студии расплодилось сейчас, что люди, которыми владеют, сколачивают себе целое состояние, покупают квартиры, машины, всего лишь напиливая, по сути, себе свой бизнес и деньги. Я считаю, что, видимо, всем нравится вот этот вот нейл-дизайн и все вот эти вот художества на ногтях. И многие мужчины реально очень любят длинные ногти. Вот эти вот, ну, просто, видимо, спрос рождает предложение, поэтому это вот окно. Длинные ногти? Наверное. Для меня нет. Морькие черные? Для меня нет. Опять же, все зависит от вкуса мужчины. Ему может нравиться вот этот вот стиль такой гарпии, которая сейчас вот этими, прямо как тем, его за гордость возьмет. Может быть, ему это хочется, поэтому ему это нравится. Здесь вот сложно провести какую-то грань. Конечно, сколько людей, столько мнений, все говорят, но мы же с тобой должны быть категоричными. Мы будем категоричными, поэтому мы говорим нейл-дизайну нет. Нет. Мы за то, чтобы у мужчин воспитывался хороший вкус в том числе, а это во многом зависит от того, как одеты и выглядят женщины в нашей стране. И последний, финальный, пятый фон. Мейб. Темная помада это нет категорически. Это сразу какая-то идет вампирская история. Ну, еще важный момент, что темная помада идет очень малому количеству девушек. Действительно. И она же сразу уменьшает губы сильно. И поэтому, если у вас не очень большие губы, мне кажется, темная помада точно нет. Мужчине как бы должно хотеться поцеловать эти губы. Да, а когда губы коричневого цвета, как у группы блестящие в первом их клипе каком-нибудь, да? Кстати, она еще очень передает возраст, темная помада. Потому что, например, если ты вспомнишь клип группы блестящие, им там всем первый, там, типа, там только там или облака. Им всем по 15 лет? А выглядят они все на, ну, хорошие, такое, типа, 35 уже. А все дело, вот видите, черная, темная помада ни одной женщины сгубила. Поэтому с ней поаккуратнее. Я считаю, что натуральный цвет губ – это самый правильный выбор. Мой самый главный момент, который я забыла спросить. Длинный волос. Ты помнишь, наши герои всех и на модном приговоре. Мы с Лехой вместе работаем на модном приговоре. Вернее, он мой шеф. Поэтому я здесь не особо припираюсь. И на близнецах, дамы, которые не хотели отрезать волосы, они не могли сказать «я не хочу короткую стрижку». Они всегда говорили, что мой молодой человек так любит мои длинные волосы, и я не хочу их обрезать. Да, это правда. Это какое-то маниакальное безумие, на самом деле. На самом деле. Да, на самом деле, на самом деле. Так мы назовем их. Они считают, что силы женщины в волосах. Кто? Мужчины? Женщины. А, женщины. Они так выражаются. Они как бы пытаются описать, найти хоть какой-то аргумент, почему-то ты считаешь, что ты с короткими волосами перестанешь быть привлекательной. И она говорит, ну, сила женщины ведь в волосах. И следующее, что я жду, это когда она скажет, я ношу Макси юбку, чтобы собирать энергию земли. Тоже есть такие. Отпишитесь, пожалуйста, дорогие женщины, если вы собираете энергию земли. Я думаю, что у тебя таких нет. Думаешь, есть? Нет. Мне кажется, они не такое не смотрят. Они смотрят влоги по закрутке огурцов, скорее всего. В данный момент. Поэтому это не твоя аудитория, я уверен. Волосы ради волос, то это бред. И мне кажется, что любой здравомыслящий мужчина это видит. То есть, если волосы выглядят здоровыми ровно вот посюда, а дальше начинаются уже омертвевшие какие-то просто лохмы, то это не может быть красиво. Хочется прям когтябрить. Да, это не может быть... Как я до недавнего времени. Ну, конечно, да. Нароченные волосы мужчины терпеть не могут вот эти капсулы. Да, потому что, когда хочется запустить волосы, руку вот сюда вот, а там ты можешь просто начать пересчитывать, перебирать как четкие эти капсулы, понимаете? Какие-то в животе насекомые бегают по голове. Да, и развивать свою мелкую моторику, понимаешь, перебирая их, это полный бред тоже. Это некрасиво. Вот то же самое эти трессы растворные. Вот не дай бог в таком свидании, а ты представляешь... И вот твой мужчина вдруг остается с трессой в руке, когда пытается изобразить что-то. Помним о том, что в почете и в цене простота, и чем проще и понятнее образ, тем, в общем-то, больше шансов на успех. Ну что, пойдем что-нибудь соберем? Да, пойдем посмотрим, о том, что-то увлеклись теорией. Сейчас посмотрим. Хотя я буду монтировать потом эти 30 минут, которые мы сейчас наговорили. Мы идем в H&M. Там всегда довольно сложная подворка сексуальных платьев. Кстати, мы еще с тобой не поговорили, знаешь, какой момент? Что все вот эти вот ретро-тренды, они тоже очень плохо заходят. Да, модная бабуля... Модная бабуля – это тоже вообще ни разу не про счастливое знакомство с каким-то хэппи-эндом. Ну и вообще стилистика, или поддержание стилистики любых лет, как у мужчины, воспринимается как историческая реконструкция. Да, историческая реконструкция, да, как этот, как называется, манекен смуз-фильм. Я еще раз сделаю оговорку, что все дело в женщине. Лихуль, вот поверь мне, если ты наденешь это, будет ок. А если ты наденешь это, ок, ну вот как вариант тоже. Все, на этом мы померяем стопудово, мне кажется. Мы взяли одну пару грязных лодочек для того, чтобы просто они нам посложили для примерки. Потому что в казаках, я думаю, что я не сильно смогу какие-то мужественные привлекательные мужские образы примерить. Да, но мне кажется, кстати, эти туфли, и кто-то брал на съемку, и потом стал, как мы любим. Может, это же были мы. И однажды. История про Макасины. Да. Моя любимая. Когда-то в самом таком подвижном подростковом возрасте, лет 14, я прочитала статью в Эль Геол, в журнале типа Лиза Геол, типа того, о том, что пока вы не встретили мужчину своей мечты, ходите на 12 сантиметровых шпинках. И только потом, при долгих отношениях, вы сможете переобуться в Макасине ТОЦ. И у меня просто, и я всю свою жизнь до сегодняшнего дня практически мечтаю об этих Макасинах ТОЦ, понимаешь? Вот поэтому мужчины удивляются, почему их жены меняют свой стиль после замужества. Да, потому что журналы это рекомендуют. Потому что они читаются Эль Геол, понимаешь, и журнал Крестьянка. Попробуй не обратить на меня внимание. Их еще можно укладывать, делать из них пучок, или хвост, в высокую укладку. Еще отдельно, пока Марьяна не слышит, скажу про искусственный мех. Искусственный мех, мне кажется, это тренд, который вызывает у парней самые сложные чувства, смешанные. Почему? Потому что вообще, в принципе, у большинства людей такой стереотип сидит в голове, что искусственный мех, он для небогатых людей. Потому что, ну, типа, ты Соболя не можешь себе позволить, поэтому насечи бураку. Я пришла себе жакет, но это, опять же, не в тему нашего сегодняшнего блога, но вот мне принесла для твоего просмотра и одобрения вот это пальто. Мне кажется, мы возьмем это пальто, а вниз на дыбаем платье какое-нибудь. Это, кстати, красиво, мне нравится пульска. Думаешь? А мне кажется, это вот юбка, которая выглядит концертным костюмом. Ну, смотри, с чем? Вот два плечатых жакета. Да. Вот это для подруги? Да, конечно. Давай, хорошо, давай. Сейчас мы найдем, где здесь скини. А я пойду, пока найду пальто, альтернатива тому, что мы взяли, чтобы понравиться мужчине, найду какой-нибудь комплект для девочек. Я пойду пальто искать. Хорошо. Вообще, я взял бы, на самом деле, не брюхи, а юбку. Ну, ладно. Несу две шубы. Вот мне кажется, что белое, это как раз то, что может понравиться мужчине. Ты знаешь? А вот такой плюшевый милишонок... Нет, мы только вот как раз говорили в твоем отсутствии о том, что искусственный милишонок. Это еще одно такое сомнительное предприятие. К сожалению, нет натурчика. Но вот это более секси, безуслово, еще в контуре. Может быть, какой-нибудь крок-топ взять? Такой? Что мы начали? У нас первый батл-батл жакетов. Я взяла, который понравился мне, а Леша взял тот, который считает, что идеально будет для девушек, которые очень хотят понравиться парням. Мэл говорит обо всем, что я хочется недостаточно, и мне плевать, что бы мне думают окружающие, потому что на мне спортивный, полу-спортивный велосипед, который продается в H&M в обычной коллекции. Видите, мужчине, они интересно. Нет, у меня просто возникла проблема, мне пишут, что я вернулся со съемок с грязными подмышками. Цитата. Грязные подмышки. Что ты скажешь-то? Ты знаешь, ну, я не могу быть объективен, потому что мне нравится, как это выглядит. Да, ну, мы это знаем, но с точки зрения... С точки зрения, но даже я реально плохо реагирую на эти велосипедки. Да, кстати, я заметила, я и удивилась, что Леша... Просто. Я себя обалденно чувствую. Мне просто кажется, что даже самые красивые ноги в велосипедках укорачиваются в два раза. Ну, когда такая цель, что нужно что-то корректировать. Вот тогда начинаются проблемы. Вот, действительно, к подбору гардероба надо подходить очень токко. Я сейчас задаю себе цели, и в принципе, я ее не осуществую. И я наберу вещь, я не смотрю на ее размер, только на ее размер низ. Размер низ. Потому что мне нужно, чтобы встали на сиденье. А все же ей благодарят, и подлежнее обрежать. Если она визуально так смотрит, ну, это окей. Ну, и по мне видно, да, то есть у меня велосипедки в облипло, а верх есть очень объемный. Я этот жакет себе возьму, я очень понравился. И он, правда, клевый. Сейчас посмотрим, какой жакет Леша мне предложит и с чем. Я хочу тебе сказать спасибо, что ты взял мне не куцый жакетик, который я терпеть не могу. Болирожка. Болирожка или суперприталинный вот эти вот с укороченным рухавчиком. Я взял жакет, как я люблю. Ну, жакет человеческий, да. И ты, значит, предлагаешь заменить велосипедки на скинни. Да, потому что, ну, мне кажется, это красиво правда. Хотя, ну, я считаю, что скинни могут себе позволить, типа, 10% из 100 девушек нашей страны. Поэтому надо этим пользоваться. Хочу поднять рукава, даже с воде. Хочешь у меня подремежать, да? Давай посмотрим. Да, поскольку хочется какого-то акцента. Хотя, в принципе, на самом деле и в случае с этими скинни, мне кажется, это и жакет, который объемный. Но с ремнем тоже здорово смотрите. А как тебе вот эта бахрома повезет? Ну, бахрома, это, конечно, отдельная история. Мне кажется, могло бы там и не быть. Мне так нравится. Мне очень нравится. Мне тоже меня не бесит. Меня тоже сражает. Просто в последствии, когда нам доверят, мне кажется, можно очкинуть все. И лодочки наши, примерочные. Да, наши примерочные лодочки, которые много раз брали и сдавали. Давай расскажем наш хак. Видите, рукава постоянно валятся. Итак, я должен получить за это Нобелевскую премию. Считаю, очень скоро. Значит, берется резинка для денег. Или потайная резинка, которая тоненькая, в которой делаются хвосты. Потому что не обычную резинку, кстати. Или обычную резинку. Главное, не бархатную большую. Потому что мы ее делаем вот так вот сюда, вот между куговиц. Продеваем вот так вот. И вот так вот поднимаем рукавчик. Прячем резинку под этой вот штучкой. И все. И у вас зафиксированы рукава, и они не падают. Раскрыли секрет. Номер моей карты. Это кугницу. Пользуйтесь совершенно бесплатно. Да, и, кстати, на модном буквально последние пару лет герои ходят. Когда увидишь, что у них не падает рукав, значит... У них там резинки для денег. И мы этим самым желаем им денег. Да, да. Кто-то считается мне бустоистом длинной ноги или пушечной грудь, а я пресс. Поэтому, если мне нужно выглядеть секси, то я открываю пресс. Правильное дело. Но обязательно сверху должно быть что-то вот суперобъемное. Потому что, если я сниму сейчас джансонку, то я буду похожа, как будто я соцарщица в каком-то... Не знаю, в спектакле. Кабаре. Слушай, ну, кстати, юбка тоже прикольная. И видишь, здесь не лодочки, а казахи на русскочем публике, для того, чтобы не выглядеть гибко-трапированно, а вызывающе. Ну да, ну да, я с... Что здесь обсуждать, потому что я так понимаю. Я вот не могу такую кроп-топную, например, надеть пока еще. Несмотря на то, что я сегодня делал тренировку. Надеюсь, ты не станешь никогда. Надеюсь, вы не нячь на живут этих времен. Но с точки зрения мужчины, я думаю, что если бы мне хотелось в этом муке привлечь внимание, я бы сюда надела блейдер а-ля смокинговый. Да. Да, и какие-нибудь лодочки, может быть, даже локерованные. Вот тогда это выглядело бы более... Да, и на самом деле, да, выглядело бы более понятно. Но мне кажется, что все, что ты описала, это более вечерняя такая история. Да, конечно. А вот это прям днем гонять и классно, на ежу пути, там, пару, скажем так, под контакт новых телефонов. Тем не менее, на мой взгляд, это супер непонятно для общения. Будет сердце начать рубашку. Как будто у меня как бы ветер ухожу, да? Ну, типа того, да. Ты стала холодной, я бы не была дождей. Но... Ну что, померим твой вариант? Да, давай, что я тебе его хручу. Опять же, я хочу сказать тебе спасибо, что ты выбрал мне не наивную джинсовку с цветочками, а взял хорошую джинсовую рубашку с нападными карманами, правильными полными, не носить маленькими на маленьких заклёпочках. Да, 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 да. Такие, значит, мягкие джинсовые рубашки. Она прям 70-й, но мне почему-то отдает немного в милитаре, то есть я чувствую себя в ней не суперкуколкой, учитывая, что здесь пенсированная, легкая лица. То есть на балансе это хорошо. Ты, конечно, меня поблагодарил, спасибо тебе, не забывай, кем я работаю все-таки, поэтому я тебе, даже если бы очень захотел выбрать куртку в цветочек... Ты бы этого не сделал, да. Нет, нет, но ты же отражаешь мужской взгляд. Ну, сегодня да, сегодня да. То есть понятно, что как профессионал ты от лица всех мужчин действуешь, поэтому тебе нужно учитывать интересы, в принципе, среди статистического мужчин. Да, это правда, это правда. Но мне кажется, что получилось все реально клево, потому что здесь такая юбка очень наивная и пенсированная, какой-то цветок, притом цветок не очень скатерышный какой-то. Ну, он такой психотерический немного, но из-за того, что он в нижней части, а не в портретной зоне, это смотрится хорошо. То есть не будет отвлекать от томных глаз моих ничего. Все верно. Ничего. Не, рубашки действительно по фигуре ничего не зачеркивают, а все только подчеркивают. Подчерк на талле. То, чего я не делаю в своих комплектах, ты всегда делаешь акцент, что ремню... Сусич пытался, у меня есть талия? Нет, нет, нет. Я не имею в виду, что я правда считаю, что если есть талия, то стоит обязательно это показывать, потому что, возможно, она не всегда будет запросто. Главное не делать из этого всего, как и наша коллега Поля любит говорить свинину из дикси. Ты будешь это выражать? Да, да. Не обтягиваться настолько. Ты как Руэлдрии. Если бы здесь сверху был жакет, а не эта шуба, вот это как раз то, что я называю тем самым скандинавским минимализмом. Вот такие свободные, расслабленные формы. Для нас рубашка скорее рубашка-крестьянка, а вот в моем понимании, если взять жакет, вот тот самый, который был. Да, да, я не гаджела. Да, я сейчас эту шубу мне очень нравится. Да, ну это просто немного чуть попадает за весь стиль, но в целом это уже что-то другое получилось. Да, и по цветам это ровно то, что нужно, потому что они такие природные, у них нет ничего искусственного, и они все очень тебе походят. То есть тут я попала вообще. Мне кажется, что даже рубашка, несмотря на свой объем и даже отсутствие декольте, все равно попадает полностью в цель, потому что здесь что? Очень хорошо акцентирована талия бриками. Кстати, можно было бы надеть, какой-то нейтральный ремень, но ремень бежевый. Я не люблю пустые шлевки, но у нас только черные, то из запасов нашего оператора. А шубу добавляет какой-то все равно эксцентрики в этот комплект, потому что так он смотрится без шубы. Он смотрится действительно очень просто, такая приличная во всех отношениях девушка. Вот смотри, и вот комплект, мне кажется, стал уже не для мужчин. Да, абсолютно. То есть в нем появилась какая-то... Уолл-стрит немного. Да, пауэр-вумен. Да. Это не то, как раз то, что нравится. То есть я-то хрупкая, я-то нежная, я-то мягкая вот в этой шубке. Да. И даже вот в этих, в этой блузе, с этой такой мятой фактуры свободной. Леша, посмотри, я правильно поняла твою загубку с оголенным крючком? Да, абсолютно. Это очень красиво. И мне кажется, что... Можно даже сделать два. Ну, что-то подобное, да? То есть максимально оставить декольте, чтобы оно уходило не вниз, а в шин. Да. И видите, опять же, вот это очень красиво, может ли я. Да? Да, же, да. Да, мне нравится. Мне нравится, что это башка из плотного хлопка, это не что-то мягкое, где прослеживается фактура волокна. Да, да, да. Вот, здесь объемный рукав. Такой в стиле жанра артизии, мне кажется, в этой истории. Очень красиво, тем более, что сохранена идея мужской рубашки, такой образный, классический. Но при этом она сделана все равно на женский лак, благодаря этим рукавам. И ты выбрал классическую длину прюк 7-8. Да. На тех прюках, которые примеряла я, вот такая очень спорная, сомнительная длина. Я прощаюсь. Как бы по-поскому-поскому называется. Но я надела ее с кубуками. А здесь такая самая безопасная длина прюк. Ну, потому что щи колотки, обязательно. Это же очень красиво, очень клево. Мне кажется, такой вот вариант, когда не знаешь, какие взять, мне кажется, он будет 7-8. Арт-люк. Я бы тебя называл. Я решила тебе показать, что не про коричневый цвет, про который ты говорила, про желтый. Мне кажется, здесь просто достаточно много желтого, разного, в разных фактурах. И скорее, это как раз будет в соблуждении, чем сам цвет. Вот так. Понимаешь? Ну, типа, вот такая махнатка, с вязкой, вот это вот все. Но узбогойная. Но узбогойная, слава богу. Так что пальто и аннукло. Крой тебе нравится? Нет, мне так. А всем остальным? Мне кажется, что всем остальным тоже. Потому что изнаружи стало такой понятной вещью, мне кажется. Слушай, в общем и целом, это красиво. Это, кстати, дорого выглядит, да? Пальто выглядит, реально, потому что она хорошая. И... Я посмотрю состав. Надеюсь, ты... Мы отключемся немножко от темы, я посмотрю. Ты знаешь, что она... Это вообще... Половина шерсти. И половина поездки. А на ощупь, как будто она кашемировая. Научились делать. Лор-пиано буквально. Да, Макс Марре с Лор-пиано объединились и создали это быть... Калавн. Калавн. Да, новый. Короче говоря, я тебе сказал сувернение, меня смущает старый факт, чем цвет. Ну, они тебя смущают как стилисты сейчас или как и мужчины? Как стилисты меня вообще сейчас очень не смущают. Спасибо. Хорошо. Кстати, про лайфхак. Хочу рассказать, раз уж мы подняли эту тему, про то, какие цвета вам идут. Куча же всех вот этих методов рецепирования, директивный, прикладной... Это Кирби. Кирби. Нет, это... Кирби, Кирби. Кирби Ларсон. Самый эффективный способ. Вы берете все эти тряпочки. Вот у вас есть юбки, бусы, все, что есть дома. Вы подходите к окну, прикладываете себе к лицу вот эту тряпку и делаете селфи. И надо сделать максимальное количество этих селфи. Потому что сравнивая фотки, вы сразу поймете, в каком цвете у вас это будет вырезать под глазки, в каком прыщи становятся ярче, в каком цвет лица тускнее. Ну, в общем, все-все-все. На наглядном примере ленты в телефоне будет видно, что же вам идет. Мы реально в этом сходимся. У нас одинаковый подход к этому, к этой истории. Ну, давай, ты меня снимай. Вообще комплектация пальтов и платьев. Это такой самый классный беспрозрачный вариант для такой погоды, как в... В октябре. В октябре. Это очень смущает, голые плечи. Это очень красиво. Во-первых, может, покажи платье. Я, правда, убрала вот это вот тоненький ремчелк. Да, да, потому что... Мне кажется, в принципе, надо убрать и сюда нормальный человеческий пояс вылезает. Так, платье очень круто. Платье хорошие девочки. Мне кажется, да, это что-то времен Грейси Мелли. И длина у платья, и до лодочки, и моя остричка. Да. Мне кажется, все очень правильно. Прикольно, мне нравится. Ну, это прям классика-классика. Да, максимальная. Это, мне кажется, уже когда... А вот это... Вам нужно смотреть? Нет, когда знакомство уже случилось, и стоит главная задача, это покорить родителей жениха, ищем потенциального. Для человека нужно вот идти к родителям и в чем-то таком. Чтобы они подумали, что ты работаешь училкой. Чтобы, ну, точно, придраться точно, как мы хотим. Даже если очень сильно захотите. Ну, единственное, можно обвинить комплект в простоте. Но, мне кажется, в простоте есть его суть. Что, мы закончили? Закончили? Мне кажется, да. Идем домой. Спасибо вам большое, что были с нами. Все эти, я не знаю, сколько минут получится, наши батрёбы, потому что сняли бы очень много. И мы клёво провели время, и я надеюсь, что вы тоже получили удовольствие, глядя на наши довольные физиономии. И, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы считаете нравится мужчине и не нравится. Будем очень ждать, читать и, возможно, смеяться. Все, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok